доброе время не суток здравствуйте ассалум алейкум вот еще вторую тачку свою разбирая металлолом в филляндии брал по моему за 200 евро и и и почему брал видите она в каблучок это опелька дед комбо называется то есть мы загрузили туда 5 моторов и под коммерцию повезли пломбы поставили и растаможили все одним разом вот теперь она поедет у металл бля привозила лет 13 назад да да лет 13 14 назад даже 15 на все в утиль она вся сгнила ее там восстанавливать замучайся дай на нахер не нужно по определению так-то удобно было лишь на кладбище и и накидал сюда песок поехал ворота заднего вообще можно было снять без ворот ездить но некому этим заниматься не это нафиг тоже сейчас я быстренько манипулятором ну а сколько я начал полтора часа вот прошло две главы вытащил салона разобрал это половина болтов конечно откручивался я в большой болгарии все отрезаю нафиг и все что можно отрезать сейчас задний мозг хочу подвесить ее на манипуляторе и задний мозг отрезать вот так я поднимаю своим домкратом тачку и колесо подложу чтобы можно было работать колесо снял подложу сейчас вторую сторону не получается так одновременно снять потому что ну тачка перекашивается ничего страшно сейчас так вот отпилю как есть рессоры просто тупо перепилю и все они все равно нахер никому эти рессоры не нужны так он снизу выглядит точила все режу нафиг и на металл приехал на поселок днп кола завел трактор сейчас поеду горя ну там что-то копать кабеля чё-то короче кричится на 2 может 3 то мандрюхи там что-то пгс нам повозить и позвонила тетенька вот с этого поселка у нее название серебряная горка хочет там что-то с камнями придумать пока трактор греется он там стоит поеду на этот поселок посмотрю что там за что-то там человек хочет сделать поеду гляну давай кончита едет амортизатора вообще нет полю вот она покойник дом с верандой это верно ну да и что давно никто тут увозил камни что-то она еще тут она выдумывала ну туда вот к улице концу туда вытащили елка маленькая да я правильно понимаю на ту сторону вот там где-то вся шайза лежит да 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 я понял ну вот потом смотри видишь вот эти кучи вот перед доме за домиком но там с кореньями но ее как-то раструсить корни тоже в мусорку пойдут а землю мне в итоге нужно вот эту часть вот эту часть разровнять вот эти коренья вот эту елку нафиг вот эту вон видишь косая стоит вот это да косая ее нафиг ну и куда камни эти короче с территории участка да засыпаться но вот эти два камня тоже забирать не вот эти камни забирать все я понял так тут надо камни вытаскивать да ну получается ты камни выдернешь а землю как-то вот оставить чтобы ее 18.30 значит надо закопать вот этот кабель прокопать траншею до того щитка потом вдоль стены и еще что-то здесь песок возить потом засыпать вот такая вот работенка вот седьмого ему тоже раньше было никак потому что он на работе был и мне как бы в принципе с одной стороны удобнее на завтра вот заказ взял как бы пока что он есть но это неизвестно мало ли может что-то все изменится поэтому как говорится фиг его знает живем увидим ну где-то вот так вот да и м и а и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, он на 1200 резкий, как в голове. 1100! Человек мне там написал, что надо, чтобы турбина крутилась. Зачем, чтобы она крутилась, турбина-то? В смысле? Ну, если бы двигатель в углу, например, вот как на МЗ было, да? Или на МТЗ. То есть, типа, гидравлика работает, если двигатель лохнет, значит, типа, ну, клапан-то регулирует, типа, хватает мощности выдвигателя. Например, нужен насос. Здесь просто у меня, потому что у меня лично такого нету, то есть оно у меня работает. Просто гидравлика не справляется, и будит ему целая толку на такого. То есть, как бы... Потому что мне, конечно, насос гидравлический мёртвый. Может, из-за этого у меня так много происходит. Не знаю. Не могу его не брать. Просто, да? Не знаю. Он просто будит, и всё. МТЗ, ну, например, ИМТ моё, да? Оно, например, ГЛОП. То есть, он у меня реально ГЛОП. Ты полосык начинаешь отжимать, там, бру-бру-бру, и всё, не умер. Типа, что, ну, мотор не может повернуть. А здесь только клапаны стоят, которые не дают перекрути. Может, он, с одной стороны, хорошо. Ты не перегружаешь ни стрелу, ничего. Вот, думаю, какая-то из-за безопасности сделана. Может быть, может быть, я не знаю. Но, по крайней мере, он так и не делается. ЗЗ, или ЗЗ. И дал ему нагрузку, он бэк, и мотор заглох, типа он не может провернуть. Здесь такого нет. Либо он может, если он там трактор поднимает, например, либо он просто не может грузить и всё. У меня также вот на Вольве в адекватере было. Если она не могла поднять, она просто удела, и больше ничего. Слушай, ну не мог он взять, пусть она, и всё. Ну чтобы там было, как знаешь, заглох, двигатель или что-то, и такого не было. Даже на Вольве. Там заявлено было 1800. Я когда распределитель поменял, поставил новый распределитель. Болгарский. Короче, он у меня стал где-то 200 поднимать. Вот. Благоподъемность увеличилась. Хотя он у меня был на 100 литров, что ли там. А рабой был на визуально. Ну визуально в два раза больше, может на 200 литров. Благоподъемность у меня увеличилась. Но еще такая тема была, что он, если он не мог поднять, он за разу взял, золотенький открывал, и стрела падала. То есть не могло несколько раз, я не могу поднять. Я делаю вверх, а он, наоборот, короче, опускает стрелой. Один раз так через кабину работал. Хорошо, стропа были, конечно, длинные. Груз на землю под груз, а я кабину не прищемил стрелой. А так бы, бля, на кабину бы стрела упала. Переехал. Вдруг. Вдруг. Денька начинается. С половиной девятого уже теменький. Скорая зима будет. Круглые сутки тень. Вдруг. Вдруг. И днем. Ему. С половиной девятого уже теменький. Поля в огонь Мне там сегодня подписчик звонил У него коробка кончилась Опять Ну короче вот он Рассказывал что он там дел Видео снял Купил он валы там по объявлениям в Питере Бо уж ты не знаю каким чудом Трактор у него тоже старый Вот Ну короче я ему говорю Да беди пермастер по коробке Я не знаю Она у него с палкой в полу Или электрическая как у меня Надо уточнить Так что если у кого то будут какие то вопросы по коробке Я думаю человек не откажет Ну как бы Поделившись знаниями Ну может где то тонкости Так что если Если нужны будут такие вопросы По коробке Я могу вам дать контакты человека В ватсап Ну мы через ватсап общаемся Я думаю что он не откажет В помощи Ну в совете там Или как разбирать Как он там опускал эту коробку Как он ее поднимал Ну вообще Мало ли какие то У кого то сейчас такая проблема возникает Боится делать И вот как бы Человек Может чем то поможет Объяснить Потому что информация Любая важна Правильная и неправильная Но информация нужна И ты что ты эту информацию Можешь анализировать ее Да И уже понимать Что тебе делать Как тебе быть То ли ты полезешь туда То ли скажешь Блин я боюсь туда лезть Что подумают Что для тебя это Проблематично И ты отдашь Так называемым Специалистам Кстати ему тоже делали Специалисты После них он снимал Этого То они там Все не той стороной То это не той стороной То есть человек тоже Вначале Руходнулся к специалистам А потом Короче Сейчас стал сам все делать Если кому надо Пишите Я Дам контакт Этого человека Кабель уложили Сейчас копаем Что там На низ участка Я понял Камешки Откидывай Камешки откидывай Захством Спасибо за субтингом Откидывай Выжいます Камешки Камешки Субтингом ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА